ребят всем привет сегодня у нас на обзоре тига 8 тот же владелец то что и был в предыдущем ролике можете посмотреть это видео у него же и тига 7 pro точнее у его жены вот но он очень много знает об автомобилях поэтому сегодня с удовольствием не предоставил на обзор свою личную уже машину так в общем смотрите вот такой автомобиль у нас на обзоре 2020 года с мотором 2 литра 170 лошадиных сил на вариаторе это переднеприводный автомобиль приобретался полтора года назад за полтора миллиона рублей это первый автомобиль который был приобретен в таком цвете в санкт-петербурге я сейчас расскажу немножко по про экстерьер но это внешне опять же и про интерьер автомобиля также проедемся и по ездовым характеристикам качеством я все расскажу уже по факту немножко по косякам мы с иваном вам расскажем вот кстати это иван вообще мы увидели уже в предыдущем ролике вот сейчас он расскажет про свою машину уже более предметно так что послушайте может для кого-то будет интересно данный автомобиль приобретался сознательно без полного привода в очень не хотелось после коптивы полноприводной опять заморачиваться с полным приводом менять масло расходку и все остальное по питерским зимам особо ни разу не понадобился с учетом того что автомобиль сугубо городской максимум дача осознанно был выбран переднеприводный автомобиль сразу скажу семиместный тоже был сделан осознанный выбор нужен был именно большой автомобиль для того что можно было много всего запихать давайте сразу про некоторым проблемам которые существуют можно сказать массово на данном автомобиле еще расскажу это двухлитровый не на всех те черепа восьмерки тига которые идут полтора на роботе не у всех есть проблема вот сейчас сырая погода в питере минус 2 в районе нуля начинает массово отваливаться нижний датчик интеркулера находится за бампером с этой стороны на него летит в любом случае грязь сыро сделает свое дело подкисают контакты и сейчас каждый день в чатах мы встречаем проблему что у людей отваливается данный датчик соответственно машина перестает заводиться сожалению через знает об этом они стараются максимально оперативно доставить все детали датчики дилерам но рекомендую весной снять его почистить и залить жидкой резиной дольше проживет капот у нас не оцинкован как и на многих автомобилях несколько камушков после мойки увидели что вот вот начинает вот видишь цвести до немножко может быть стоит помыть конечно затереть поэтому если есть вариант забронировать капот делайте дешевле будет чем перекраска проблема как и на многих автомобилях не только кстати китайских в нашем климате москва питер облизание хрома вот полез дал либо это скол но вот ведь кроме начинает мутнеть темнеть если посмотреть вот начинает скучиваться он даже дилеры меняют это по гарантии вот эта резинка уплотнительная задней двери ребром натирает низ порога дотирает мы не полезем нужно снизу вот именно в месте натирает довольно сильно снимая слой лака и краски тоже это является гарантийным случаем дилеры перекрашивают порог и в принципе либо можно забронировать дополнительно пленочкой либо антигравий нанести и забыть про эту проблему в данном автомобиле в рамках гарантии за 60 тысяч был заменен заменены оба привода передних колес левый правый по причине при разгоне начиналась вибрация на первых партиях такие были проблемы кстати это не только проблема у черри при мне меняли на двух атласах такие же привода проблема возможно привода с одного завода поступили были бракованы поменяли левый правый сейчас такой проблемы нет машина отлично едет но это вот из основных болезненных все остальное тоже уже уже наверное может быть даже несущественно для учета цены и качества машина более чем радует нравится и в данный момент доставляет только удовольствие теперь давайте перейдем уже в салон автомобиля посмотрим уже интерьер по экстерьеру как бы все понятно внешне внешне я вот так вот на первый взгляд смотрю он полностью напоминает 7 7 про то как мне сказал владелец нету подсветки да вот этой контурной который идет по периметру вот ну так в принципе сходство есть конечно все вот прям ровно все то же самое даже вот это вот пластиковая штука да ровно такая же по сиденьям я в семерке не сказал да ну 7 про точнее не сказал в принципе они одинаковые я так понял здесь регулировки вот есть вперед-назад спинка регулировка и поясничный отдел да у нас нет поясничный отдел ну кстати достаточно такой приятный мягкий дермантин как я его называю но это правильно даже как кожа обращу внимание на руль до 60 тысяч пробегового автомобиля вот конечно он под затерся то есть видно что он такой как блестит но чтобы где-то он начал там рваться визуально по крайней мере или ники где-то начали разрываться здесь такого нету по рулю вообще все ровно то же самое как и у тига 7 pro и по размерам вроде такой же по приборной панели схожи очень схожи единственное слева справа отличается от этих внутри в целом плюс-минус она одинаковая ну на предыдущем обзоре можете посмотреть какая там приборная панель и для себя найти какие-то отличия что касаемо здесь у нас козырьков да то есть подсветочки нету 57 проще не показал здесь просто то же самое есть и ноте блокировки двери касаемо мультимедии на визуально такая же лазить по этой мультимедии как бы нет смысла единственное здесь владелец иван установил android auto как и ранее говорил он занимается всеми этими приблудами на головное устройство поэтому естественно ссылочки опять я вам оставлю дожди а там мы которые смотрели в семерке он тоже живу прошит он был прошит но его ставят дилеры на этот автомобиль китайцы заявили что он не поддерживает технических характеристиков android вот ребята молодцы в общем ссылочки оставлю будете с ними общаться когда у вас возникнет такая проблема с установкой она скорее всего вас возникнет поэтому пишите им так что касаемо визуальной части опять же быстренько очень быстренько проведемся потому что все это плюс-минус одинаковая до семеркой то есть здесь как бы даже вот эти кнопки которые мне не очень нравится как бы здесь они плюс-минус похожи на этих же местах находятся здесь есть отличие большое то что есть вот такая вот как бы приборное табло до на котором уже нарисовано в каких положениях дует какая температура опять же здесь я вижу пленка да тоже матовая это наклеена но не знаю видно вам не видно в общем здесь подогревами да все и соответственно все регулировки также вот если здесь что-то нажимаешь то есть дублируется на экран в общем здесь все понятно здесь у заглушечка стоит есть семерки у нас был такой уже красивый джойстик да здесь просто идет такой классический автомат переключается принципе без всяких рывков все нормально также здесь кнопка автохолда да и паркинга и такой вот кармашек короче вот качество можете сравнить семерка посмотреть по мне так вообще ужасно ну здесь принципе парк кройников конечно там не хватает а ну здесь тоже комбинированная дает херня или нет здесь уже не двигается и вот и вот он также двигается такая такая же движуха как на семерке в общем ну и здесь у нас находится юсби прикуриватель кстати здесь вот этой плавающей консоли нету да все принципе плюс минус одинаковая мне очень важно именно издавая характеристика ее как она едет поэтому сейчас перейдем назад посмотрим как сзади ну и конечно здесь плюшка такая что здесь восьмерки есть третий ряд сидений если вам покажу так смотрите что касаемо заднего ряда мы специально отодвинули до чтобы присесть но поверьте мне место здесь очень много то есть сам за собой здесь еще и три кулака поместится ну то есть опять же я не высокого роста поэтому для меня здесь просто реально комфортно для себя можете поехать в салон прицениться и посмотреть опять же дефлекторы здесь у нас идут подогревы и юсби панорамной крыши нет касаемо заднего ряда ну здесь по заднему ряду в общем такая процедура просто моя щас так закину просто смотрю ну вот в общем здесь вот такие вот сидения здесь есть вот кармашки для нужно поставить и отсутствует вентиляция да здесь на заднем ряду на отсутствует вентиляция в общем какая-то такая ситуация ну конечно когда станется ставится задний ряд то есть багажник сильно уменьшается но при этом если заднего ряда нет багажник есть просто гигантский я могу полностью сюда залезть но сесть то точно как бы может быть даже лечь по диагонали я смогу насчет кстати авто этого электропривода да здесь у них естественно присутствует нажал все дверцы поехала у нас у рей только за доп плату и только дилеры могут установить очень высоко открывается можно также отрегулировать вот вот я стою как бы спокойно у меня тут место там очень много в общем мы сейчас прокатимся на автомобиле да я поставлю камеру уже вот и расскажу свои впечатления так что давайте перейдем дальше ну да здесь и тоже и капот видно по ощущениям ощущениям да она тоже такая немножко по массивнее чем семерка едет сейчас будем смотреть это я так полагаю уже она у тебя сделано как надо ну да но не чувствуется здесь надо жена и к режиме подхват как бы именно с педалью гораздо отзывчивее баранка конечно большая вот так вот едешь по сравнению с кувраем все-таки мне маленькие рули гораздо больше нравится чувствуется что во первых остановить его гораздо сложнее ну то есть она прям газ точнее на тормоз дольше-дольше прихват дольше гораздо у меня побыстрее и вот на газ вообще не нажимаю она прям крутить начинает это мы сейчас в эко режиме едем он крутит нормально газ пол давить не буду я просто чуть-чуть прижал лучше гораздо лучше чем на семерке в эко режиме чем на семерке точно однозначно лучше по ощущениям не прям больше нравится на спорте но спорте прям еще интереснее стало слушать и ноги на ней погонять можно реально по ощущениям на ней можно прям пожарить но опять же мы все-таки немного сейчас тоже части некорректно сравниваем потому что это уже машина доведена как бы до такого условно идеала до что было когда она только и вышла только ты начал не ездить просто затоп был под педалью или она медленнее ехала нет медленнее ехала были довольно задумчивые переключения в пробках доставал дерготня едет скажу в разы лучше семерки то есть если вот вы рассматриваете автомобиль до с точки зрения чтобы все и сразу да то выбирайте этому восьмерку если взять семерку и 77 про и восьмерку то восьмерка едет гораздо интереснее так что мой выбор падает за восьмерку если бы я предстоял вопрос взять но восьмерке все попроще все попроще гораздо но видно что вот эти вот все таки времен временные да вот год год разница да и сразу все поскуднее я не назову этот разгон такой куры и все таки вообще по-другому он разгоняется как тут у нее эти передачи они дубасят здесь как бы не тут скидывание как бы передач там прям пинки такие есть между передачами здесь такого нет но вариатором и в африке вариатор комфортно реально комфортно и то есть очень мягкие сидения я не знаю как они на дальняк у тебя ничего не затекает не болит нет очень удобно поездка наша в крым из питера туда обратно никаких проблем за день 1700 километров вообще в легкую нот на низких сейчас мы едем то есть 20 18 километров пинков никаких нет есть ощущение совсем совсем незначительный такой turbo ямы принципе как у кулу рей у меня мне это прям вообще тоже отчасти ну раньше раздражало сейчас свыкся но вот но у меня он как бы не сшитый да и то есть у меня еще есть возможность что-то сделать здесь скорее всего это уже финальный то есть такой момент не финальный счет чего можно мы ждем прошивку вариатора самого стоит прошивка мотора ожидаем что наконец-таки софт уже допиливают под вариатор именно начали на все начали и на роботы на сухой на мокрый соответственно вариаторы и тогда будет более интересный вариант покататься на таком автомобиле который будет делать так как он должен ехать с завода они так как хотят сделали поехал мы отдаем машину продаж спорт-то хорош то есть мне даже сейчас захотелось его выключить потому что даже вот сейчас я плюс-минус начал ощущать примерно то что ощущал на у себя на кулу рей когда в спорте и вот эти вот толчки такие пинки как бы есть чтобы подхватывать сильно топишь топишь тебе надо откинуть ногу от педали нажимаешь опять на газ и в кулу рее он прям жестко так на муфту такой удар прям и опять хватает и опять начинает валить вот здесь на спорте тоже такое ощутил сейчас на эко режиме такого нет но и кого-то реально он даже с низов то есть полноценно там до 50 до до 60 вообще спокойно можно подхватить поехать то есть как бы здесь мне нравится реально в разы в разы интересней этот автомобиль поездовым своим характеристикам и свойствам да вот для меня по ощущениям чем 7 pro здесь эко как там спорт здесь спорт чуть-чуть но напоминает спорт куры первое что очень нравится это как этот автомобиль едет на любой и надо и на эко и на спорте едет он очень хорошо насчет рулежки не ощущается в этом автомобиле габариты в плане того что этот типа большой автомобиль и он управляется сложнее не сложнее куры он более мелкий более как сказать он более жесткий сам по себе автомобиль он рулится острее да это немного все равно чуть-чуть до повальяжник есть у него такое но для семейного опять же автомобиля как я наверное всех чериков назову все вообще черики это семейные автомобили то есть какие то чтобы вот прям тачка на которой современная молодежная дубасить на ней чтобы так было как у нас кул рейда у джили здесь учили нет но ты можешь эту семейную тачку доработать с умом да благодаря вам как бы вы можете все это подсказать вот сделать и эта машина станет интереснее и молодым людям в том числе да но опять же с доработками типа кул рей он из коробки уже интересен молодежи а это будет интересно только тогда когда можно будет с ней что-то такое по уму сделать прошить опять же мы не говорим сейчас никаких чип тюнинга когда которых все могут подумать что вот встречи сюда накатить еще чего-то не одессе кого стейджи и быть не может то есть здесь просто идет хорошая адаптация мотора чтобы вот он не было вот этих вот каких-то зависаний за затупок и так далее опять же есть мотора сейчас что существует вот но и вы ждут коробку и когда эта комбинация вместе сойдется да эта машина станет интересней внутри он простоват снаружи в целом тоже не вызывает такого внешнего восхищения да да просто обычная обычная машина вот но это обычная машина извините меня полтора миллиона стоят стоила тогда когда ты за полтора миллиона даже пускай это будет полтора года назад я вот снимал обзор про celtos посмотрите там тоже автомобиль покупался полтора года назад покупался он в тот момент за 2 и 1 ну то есть там со всеми там при приблудами допами пускай даже она изначально вот стоимость была и разница тогда по моему 17 да здесь 1 и 5 получается это 171 72 172 rrc да но мне отдали ее без кредита именно трейдин с хорошим дисконтом дешевле чем ррц просто но это был скажем так первые продажи после пандемии естественно дилером нужно было продавать когда только-только по сути открывались салоны июнь июль двадцатого года ну то есть тебе сделали те во первых не нагрузили допами вообще ничего не сделали еще и да давайте так две тачки есть у нас celtos до за 1 и 7 c есть у нас эта машина 1 и 7 пускай тоже будет рж c соответственно в одни и те же года продавались допов 10 никаких нахер никто вообще -то в те года в то время не накидывал не интересно было им им интереснее было продать автомобиль соответственно там допы уже это постоянное условие у кии то есть вы в любом случае машину за 1 и 7 там не возьмете возьмете за 2 и 1 как взял человек да у которых которого я брал на обзор и и соответственно здесь 1 и 7 ну такой думаешь 400 тысяч разница да этот будет интересный этот автомобиль будет интересней в езде однозначно интереснее он едет лучше чем киа салтас внешне на любителя да надо смотреть как бы для меня салтас выглядит внешней красивей да более драйвово да наверно он такой гола более молодежно это все-таки автомобиль такой тоже уже для семиместный салон кому понятно что людям за 35 с детьми с дачами собака я бы я бы сказал наверно за 40 но слушай вот мне 30 уже скоро возит и я как бы так сижу думаю ну не готов я в такую тачку в 30 еще свои 30 лет есть как бы не готов может 35 до 35 этот автомобиль он большой он комфортный он мягкий он реально мягче чем семерка по моим ощущениям и он едет круто поэтому если еще сейчас у вас обстоит вопрос да может там что выбрать да вот у вас две машины семерка прошка да и восьмерка просто вот восьмерка да я бы на вашем месте выбрал бы восьмерку она во всем будет интересней кроме интерьер этого автомобиля он более устаревший мы стали больше обсуждать китайских автомобилей я вот уже как тысячу лет понял то что ки за китайцами как бы будущее из-за как бы тут просто нет смысла даже вот что-то что-то обсуждать да и сравнивать с корейцами потому что корейцы все свое уже потеряли то есть у них они не дают не дают такое качество не дают такой ценник да и уже не дают такой внешний вид сейчас поедем по такой немного убитой дороге до участка проедем да посмотрим я сразу скажу насчет нет ну конечно на кубре и все это в десятки раз жестче воспринимается то есть я бы даже по вот этой яме по 1 могу сказать что здесь мягче прям реально очень круто мы проехали вот даже по такой вот обледенелой дороге сейчас у нас колбасит как бы вообще не чувствуется во первых заседение этого мягко не чувствуется такого что мы сейчас где-то вот прям трясемся стучим а многие считают что машины не доживают такой срок и так далее полтора года 62 тысячи но это мы так и видео назовем это черри тига 8 62 тысяч пробега еще пока не развалился слушайте но в натуре ну блин я вот реально еду на автомобиле как у которых 62 тысячи пробега объективно обычный человек вот такой там потребитель да он эти 62 тысячи будет катать ну давайте возьмем три года до вот три года вы на этой тачке ездите и в ней ничего не так не произошло то есть осел как бы такое ощущение что я вот сел в ту же прошку на которой ездил который 12000 пробега реально классная машина за свои бабки если вы хотите выбирать большой семейный автомобиль хотите на нем куда-то путешествовать я думаю вы с кайфом ощутите в этой машине себя вот реально с кайфом она мягкая она комфортная едет хорошо рулится хорошо и вместо много что вам еще нужно но если вот сейчас опять же вы смотрите этот ролик до из за того что вы вас конкретно заинтересует этот автомобиль никакого негатива я в ней не испытал вообще никакого негатива классный автомобиль если не рассматриваете вдруг там до 8 pro уже не смотрите или какой-нибудь там те же x или там так далее конкретно этот автомобиль хотите узнать берите и не парьтесь очень нормальная тачка в общем все всем спасибо всем кто смотрел подписывайтесь на канал все ссылки я буду оставлять на ваню на человека кто сможет прошить этот автомобиль вам сделать все манипуляции чтобы он ехал как этот автомобиль и вообще даже лучше да конечно сообщество комьюнити санкт-петербурге вот все ссылки я оставляю так что обязательно проходите общаетесь как бы здесь очень доброжелательные люди поэтому все вопросы они вам все обмусолит и все расскажет все всем спасибо вам большое и до новых встреч пока